В Чувашии за прошлый год заметно увеличилось количество фермерских хозяйств. Во многом благодаря государственной поддержке. На какую помощь могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители? Какие направления в приоритете? Об этом и многом другом говорили на встрече министра сельского хозяйства Республики Сергея Павлова с фермерами Комсомольского района. В районе более 30 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся молочно-товарным производством. Все они работают стабильно. В последнее время набирают силу и крестьянско-фермерские хозяйства. На территории района их зарегистрировано 63. Есть среди них и очень крупные. На сегодняшний день коровник заполнен не полностью, а по проекту, проектная мощность у него 200 дойных коров. Это коровник на 200 голов. Беспривозное содержание. Это современный метод содержания коров. Здесь сделаны все условия. Условия содержания коров, условия для персонала. Фермерские хозяйства довольно крупные. Здесь постоянно рабочих 12 у нас. А по сезонам, во время уборки, во время севов мы из населенного пункта привлекаем всех желающих. Здесь всем работы хватает. Эта животноводческая ферма появилась в декабре прошлого года. На новоиспеченной ферме уже 85 дойных коров. Ее построили по программе развития семейных животноводческих ферм. На молочно-товарной ферме Осаново министр интересовался ходом зимовки скота, рационами кормления животных и кормовой базой. В этом хозяйстве каждая корова дает 8 тысяч килограммов в год. Но руководитель фермы уверен, результативность можно увеличить. Вкусно, видишь, у нас вдоль стоит. Значит, они сытые. Если не сытые, они все уже сели. Уже лежат они. Значит, откромнены они. За счет хорошей работы доярок, наверное, да. И за счет минвитамина еще вовремя назовочат, вовремя, наверное, через минвитаминами обеспечиваем их. Все, наверное, связано это. Увеличение объема государственной поддержки и новые направления финансирования. Об этом говорил министр сельского хозяйства Чувашия на встрече с руководителем сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств района. Этот год все-таки дал возможность сельхозпроизводителям получить какой-то доход. И пока, конечно, мы не сдали, не получили еще все годовые отчеты. Но по итогам 9 месяцев где-то 1,6 раз прибыль. По прошлому году, если взять у нас уровень господдержки на уровне 2013 года, вот 2,4 миллиарда рублей. При этом вот Комсомольский район 174 миллиона рублей получили в сельхозпредприятии и малой формы хозяйственной. Это на 16% выше, чем в 2013 году. Пять программ по развитию овощеводства и картофелеводства, молочного скотоводства, оптово-распределительных центров и ряд других добавлены в федеральную программу. Хотим строиться. Хотим строить картофелеводниче и овощехранилище. Это, во-первых, государство будет субсидировать от садра на 30%. Это очень такая большая господдержка, я считаю. И возможность у всех хостоваропроизводителей строить картофелеводниче и овощехранилище огромная сейчас. Тем более, закупочные цены на сельхозтоваропродукции тоже установились в последнее время более-менее приемлемы и для развития сельского хозяйства. Для всех регионов, в том числе и для Чувашской республики, в госпрограмме предусмотрен индикатор индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйство всех категорий. На 2015 год он составляет более 105%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова